Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мы не раз слышали истории о преданности и мужественности собак. О легендарных псах Балту и Хатико даже сняли художественные фильмы. А сегодня мы познакомим вас со щенком Тодо, который, несмотря на то, что еще совсем малыш, уже успел совершить подвиг. Тодо со своей хозяйкой Паулой Годвин, живет в Аризоне. Этот штат характеризуется большим количеством змей. Среди них часто попадаются ядовитые и смертельно опасные для людей. От одной такой Тоддо и спас свою хозяйку. Паула Годвин с детства мечтала о собаке. Поэтому, как только она начала жить одна, сразу же купила себе золотистого ретривера. Малыш Купер стал настоящей отрадой для своей хозяйки. Паула была в таком восторге от собаки, что решила завести еще одного. Так в ее жизни появился второй золотистый ретривер – умильный щенок по кличке Тоддо. Несмотря на разницу в возрасте, песики подружились с первого дня. Купер относился к Тоддо как старший брат. Тот день, 29 июня, девушка запомнит на всю жизнь. Проснувшись утром, она, как обычно, повела своих питомцев на прогулку. Погода была чудесной, и местные пейзажи настолько очаровали девушку, что она гуляла по родной Аризоне, как в первый раз. Залюбовавшись природой, Паула совершенно забыла смотреть под ноги. Она не увидела гремучую змею, которая свернулась под кустом роз. Но Тоддо среагировал молниеносно. Это было мгновение беззаботности. Расскажет потом Паула. «Семь утра, воскресенье, я любовалась пейзажами и предвкушала, как чудесно проведу выходной. И не заметила смертельную опасность, которая подстерегала меня. К счастью, Тоддо, мой храбрый песик, спас меня. Он выпрыгнул вперед прямо перед моей ногой. И змея, которая собиралась укусить меня, напала на него. Паула взяла щенка на руки и побежала с ним в ближайшую ветеринарную клинику, которая была на соседней улице. Уже через 20 минут приветливый врач ввел Тоддо противоядия. Следующие несколько часов были самыми тяжелыми в жизни собачки. Его морда сильно распухла, а на пушистой щеке запеклась кровь. Паула ни на секунду не отходила от своего спасителя. Врач пообещал, что щенок останется жив. Но процесс восстановления будет непростым. Чтобы ее близкие узнали о чудесном песике, Паула написала пост в Фейсбуке. В нем она рассказала историю Тоддо и попросила друзей молиться о выздоровлении собаки. За несколько часов пост набрал около пяти тысяч лайков и множество комментариев. Героический поступок маленького Тоддо поразил людей. Со временем история стала настолько популярной в сети, что о ней написало известное сообщество. За первую неделю ее репостнуло свыше 500 тысяч пользователей сети. Многие оставили ободряющие комментарии. У этого золотистого ретривера еще и золотое сердце. Иногда собаки бывают гораздо человечнее многих людей. Паула, вам очень повезло. Вас охраняет маленькое чудо. Самый славный песик в мире. Не все супергерои ходят на двух ногах. Иногда у них четыре лапки. Тоддо заслуживает самых крепких обнимашек в мире. Теперь он просто обязан объесться вкусняшек. Местный режиссер даже решил посвятить Тоддо небольшой ролик. К моменту съемок опухоль уже понемногу начала сходить с мордочки. И в кадре Тоддо предстал настоящим красавчиком. Видео стало вирусным в сети. Тогда Паула задумалась, как использовать популярность Тоддо во благо. Ей хотелось, чтобы не только ее малыш, но и другие собаки, которым в жизни повезло меньше, получили желанную заботу и возможность проводить свои дни в сытости и комфорте. В конце концов, девушка нашла выход. Она собирает деньги на платформе GoFundMe и отправляет их на лечение питомцам, пострадавшим в результате защиты хозяев. Вы даже себе представить не можете, как много собак жертвуют своим здоровьем, а иногда и жизнью, чтобы спасти своих человеческих мам и пап, делится Паула. Они заслуживают получить от людей максимальную поддержку. Сейчас Тоддо уже полностью восстановился, он живет счастливо в своем доме и каждый день гуляет со своей хозяйкой и другом Купером. Я в долгу перед ним на всю жизнь, признается Паула. Кто знает, что было бы со мной, если бы змея тогда все-таки укусила меня. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.